Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Опасная практика. Полиция ищет пострадавших от деятельности стоматологической клиники после смерти маленького пациента. 43 гранитные лестницы. Полным ходом идет реконструкция набережной у ладьи. Кимоно, чайная церемония, мультфильмы, аниме. В Самаре проходит неделя японской культуры. Следователи ищут пострадавших от деятельности стоматологической клиники практика. Такое обращение к жителям губернии появилось на официальном сайте регионального следственного управления Следственного комитета. Деятельность частной клиники ООО «Практик Самары» на проспекте Ленина проверяют после гибели там пятилетнего ребенка во время анестезии. Мальчику делали наркоз, во время которого у него нарушился сердечный ритм. Врачи пытались его реанимировать, но спасти ребенка не удалось. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи просят откликнуться тех, кому оказали ненадлежащую медпомощь в этой клинике по телефонам, которые вы видите на экране. Новые эпизоды появились в деле сбежавшего менеджера банка. Информация появилась на сайте «Волга Ньюз». Областная полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества. Обвиняемый – экс-глава одного из Тольятинских доп. офисов банка. Менеджеру инкриминируют кражи со счетов вип-клиентов, которых он обслуживал лично. При этом кредитная организация отказывает вкладчикам в выдаче пропавших средств. Объясняет это тем, что факт их передачи внесения в кассу не установлен. По информации портала, пострадавших может быть около 40 человек. Общая сумма ущерба достигает 1 млрд рублей. Следствие и банк ситуацию не комментируют и официальные цифры не озвучивают. Напомним, в начале недели мы уже рассказывали о пострадавшем тольяттинском бизнесмене. Четыре года назад он открыл три вклада – два валютных и один рублевый. На общую сумму 60 млн рублей. Как и любому вип-клиенту, ему предоставили личного консультанта. Когда мужчина этой весной в очередной раз пришел в банк, он узнал, что остаток на его счетах составляет 200 тысяч рублей. А менеджер сбежал. После того, как бизнесмен направил документ с просьбой выдать все его сбережения, ему отказали. Как утверждают в банке, денег на его счетах не было. Мы в настоящий момент обратились с иском в Кировский районный суд о взыскании денежных средств, которые были нашим клиентам переданы в банк в качестве депозитов и которые банк отказывается в настоящий момент возвращать. У нас на руках имеются документы, подтверждающие, что мы эти денежные средства туда вносили. По поводу того, куда они делись, на какие счета, куда ушли, это мы уже, я надеюсь, получим данную информацию после первого судебного заседания. Беглого менеджера задержали, а пострадавший тольяттинский бизнесмен требует, чтобы банк вернул ему деньги со всеми неустойками и пене около 200 миллионов рублей. Белый парус и мраморные волны в ближайшие дни строители начнут красить символ Самары, ладью на набережной, завершают и бетонирование фонтана. Его оснастят подсветкой. Какова готовность четвертой очереди набережной и судьбу елей, которые попали в зону ремонта, узнала Марина Кравцова. Сотни тонн гранита, тысячи метров тротуарной плитки. Стройматериалы подготовлены, работа кипит. Уже наполовину готова главная, самая большая лестница у ладьи. Ступени облицовывают красно-серым южно-султаевским гранитом. Здесь уложат 1800 погонных метров камня. Всего же на набережной будет 43 лестницы. Полным ходом идут работы по реставрации ладьи. Сейчас завершается отделка и облицовка основанием рамором. Уже в ближайшие дни подрядчики приступят к покраске, а покрасить предстоит больше 1100 квадратных метров. Внешний вид одного из главных архитектурных символов Самары не изменится. Ладья будет с белоснежным парусом. На финишную прямую вышли работы, которые будут скрыты от глаз горожан, но обеспечат комфорт на набережной. Это устройство коммуникации, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, очистных сооружений и коллекторов, электрокабели и системы автополива. Обновленная набережная будет утопать в зелени. Газоны преобразят, украсят цветами и кустарниками. Высадят полсотни новых деревьев. Избавиться пришлось только от старых и больных тополей. Ни одна елка пристройки не пострадала. Ради хвойных даже слегка скорректировали проект. В частности, мы видим 22-й сход. Мы его сместили, согласовали с проектировщиком для того, чтобы оставить эти зеленые красавицы на месте. Предусмотрены работы. Устройство откосной части. После устройства автополива мы будем заново наносить чернозем, где-то укреплять его георешеткой, и заново будет высаживаться трава и другие растения. На новой достопримечательности самой живописной улицы в фонтане идет заливка стен бетоном. После их облицуют гранитом. Планируется, что фонтан будет с динамической подсветкой и музыкальным сопровождением. Тротуары выложат плиткой, а на нижнем уровне будет асфальт и велодорожки. На подмогу подрядчикам пришли стройотряды. Самарские студенты тоже вносят свой вклад в преображение города. Реконструкция набережной идет по графику, несмотря на неприятные погодные сюрпризы. Работа у берега тормозит слишком высокий уровень воды в Волге, но строители уже успели отремонтировать подпорную стенку. Контроль качества идет на всех этапах. Проводится строительный контроль на соответствие выполненным работам, проектным решениям. В настоящий момент общие строительные работы идут в рамках графика. Серьезных отклонений пока не наблюдается. Основные работы на четвертой очереди набережной должны завершить в ноябре этого года полностью весной следующего. И только когда объект будет сдан, примерно в мае, совершенно новую набережную откроют для посещения. Марина Кравцова, Василий Калдашов, События. Человек-легенда, подвижник, почетный главный врач Самарской областной клинической больницы Владимир Середавин. Под его руководством медучреждение стало многопрофильным и получило широкую известность по всей стране. 26 июля ему исполнился бы 81 год. В день рождения Середавина в его сквере перед его клиникой его коллеги возложили цветы. Сквер носит имя мастера не случайно. Середавин в 1984 году сажал деревья, которые сейчас украшают территорию больницы. Здесь все связано с ним. Главный врач с 1975 года. Он лично курировал строительство новых корпусов, закупал оборудование и создавал коллектив единомышленников. Перед устройством на работу, он каждого, кстати, сотрудника, он принимал лично в этой больнице. И тогда, когда я с Сергеем Юрьевичем Пушкиным, значит, пришел на вакансию, это должность сорокального хирурга, я одно могу сказать. Вот я помню этот пытливый, очень острый взгляд, который проникает, я не знаю, такое ощущение, что во все, так сказать, закоулки твоей души, выискивая вот эти темные стороны. И смогу ли я соответствовать высокому званию работать в областной больнице. Далее, коротко о других событиях дня. В регионах по Волжии проходит масштабная проверка боеготовности войск. К ней привлечены более 10 тысяч военнослужащих. Солдаты и офицеры отрабатывают навыки по совершению маршей в назначенные районы, переброски и развертывание мобильных компонентов в систему управления. Это проверка боеготовности первая в рамках летнего обучения войск в 17-м году. Она продлится в течение недели. Самарскую организацию футбольных болельщиков ТОИС признали экстремистской, сообщает Минюст России. Это решение было принято Советским районным судом Самары. Ранее в список запрещенных организаций попали Чапаевская религиозная группа Мечать Мирмамеда и местные религиозные организации Свидетелей Иегова. В Тольяттинском суде осудили мужчину, который заразил ВИЧ-инфекцией двух своих жен. По данным прокуратуры, обвиняемый состоял на учете в городском центре по профилактике и борьбе со СПИДом. И был предупрежден в письменной форме, что он инфицирован ВИЧ и об уголовной ответственности, если от него заразятся другие люди. По сообщению ведомства от Тольяттинца, вирус перешел к двум женщинам. С одной он состоял в семейных отношениях до 2014 года, с другой расстался в 2017. Центральный районный суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам заключения в колонии общего режима. В Самарской области из церкви украли 10 тысяч рублей из ящика для подаяния. В полицию Большечерниговского района обратился иеромонах-священник. Он рассказал, что из церкви похитили деньги и церковные ценности. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Им оказался судимый 39-летний житель Саратовской области. Находясь в состоянии сильного наркотического опьянения, он пришел в храм. Опустошил ящик для пожертвований. Всего там было 10 тысяч рублей. Прихватил с собой старинную икону стоимостью около 100 тысяч рублей. Церковную утварь. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 180 тысяч рублей. Половина самарских пляжей не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о четырех местах отдыха на спуске Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очереди набережной. От Ленинградской до Вилоновской и от Маяковской до Первомайской. Напомним, в Самаре есть еще три пляжа. На Барбошиной поляне у санатории Можайский, на Красной Глинке, а также дополнительный пляж фестивальной поляны в районе Мострюковских озер. Также не соответствует нормам вода на пляжах в Центральном и Автозаводском районах Тольятти. Танцы в кимоно, чайные церемонии, сериалы аниме. В Самарской области стартовала неделя японской культуры. Интерес к стране восходящего солнца растет. Все больше россиян стремятся поближе узнать искусство, самобытные традиции и японский быт. Такая возможность есть у посетителей областной юношеской библиотеки. Востоковеды расскажут о правилах японского стихосложения, каллиграфии и живописи. Научат правильно заваривать чай и создавать украшения. Феномен японской культуры имеет тысячелетнюю историю. Сегодня формируются новые направления в эстетике. В частности, мультсериалы аниме и комиксы манго, а также браузерные игры. Ценители классического японского кинематографа увидят фильм 1968 года «Кайтен» про Великую Отечественную войну. Знакомство с японской культурой я начинала лет так 12 тому назад с просмотра аниме, когда оно только-только пошло вот к нам. Мне было очень жаль, что, например, когда я была маленькой девочкой, у нас не было таких сериалов, как «Силармун». У нас там ансамбль «Березка» танцует вот так вот, а у них там какой-то соответствующий ансамбль танцует с веерами вот так, то я бы сказала, что мы очень похожи на самом деле. Какой-то глобальной там разницы в менталитетах лично я не вижу. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Дороги под контролем. Общественники проверили, как ремонтируют улицы Венцика и Фрунзе. Физика, которая изменила мир. Лауреат Нобелевской премии Жары Салферов прочитал лекцию в Саммарском университете. Саммарский пляж превратился в стадион. Волейболисты, теннисисты, футболисты и регбисты провели на песке открытый чемпионат города. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова